На Украине запретили песни короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец попал в персональный санкционный список Киева. Там всего 119 российских деятелей культуры. Киркоров не раздумывая ответил бывшему товарищу по сцене, ныне президенту Украины Зеленскому. В соцсетях Филипп Киркоров написал, что его партнер по съемочной площадке, в смысле Зеленский, слишком сильно вошел в роль и тот сценарий, который ему присылают из-за океана. И все это его поведение ведет его самого и страну к пепелищу. В конце своего поста российский артист назвал президента Украины Зайкой. Певица Лолита поддержала Киркорова в комментариях и записала ироничное видеообращение украинским властям, высмеивая санкции. «Приятель мой прислал мне список всех, кому что-то запретили в Украине. Но я посмотрела, нашла себя. Там все по алфавиту очень просто. Выяснилось, что я гражданка России, подтверждаю. Почему-то гражданка Украины не подтверждали, никогда не была. Будь ласка. Ну шо, дай мои награды. Шо, шо уже распилили чешок. Люди, ну вы не занимаетесь фигней. Ну что, чего добились. Просто лишили меня эрекции. Хотя я спать собиралась». Филипп Киркоров напомнил Зеленскому про судьбу его нацистских предшественников, которые тоже активно пытались запретить книги, музыку и культуру. История уже проходила подобных лидеров и в 1945 году отошедших в мир иной. Но встретивших своих последователей через 80 лет, написал артист.